Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua Александр. Будем сегодня рассматривать для вас модель смартфон под названием ZTE Nubia Z5S Mini. Nubia это, скажем так, линейка компании ZTE, где выпускаются хорошие флагманские модели. Есть модель с таким же названием, только без приставки Mini. Она будет дальше у меня в обзорах. А сегодня будем рассматривать этот чудо-телефон. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Здесь указаны все технические характеристики Z5S Mini. В комплекте ничего особенного такого нет. Есть инструкция, есть гарантийный талон от производителя, EMEI, USB кабель и сама зарядка. Как только первый раз берешь в руки этот смартфон, сразу же понимаешь, что держишь в руках произведение искусства. Модель очень тоненькая, 7,6 мм. Размер экрана не лопатофонный, то есть здесь всего лишь 4,7 дюйма дисплей. Смартфон очень солидно смотрится, очень необычно. Здесь нет привычных сенсорных кнопок. Домой, домой, меню, назад. Здесь своеобразные кнопки. Задняя панель в белом цвете, передок полностью черный. Есть эта вариация полностью в черном цвете. Давайте все по порядку. Итак, спереди у нас есть закаленное стекло, сверху динамик, датчик приближения, датчик освещения, фронтальная камера на 5 мегапикселей. Снизу у нас есть своеобразные сенсорные кнопки. Во-первых, кнопка Home, это вот такой вот кругленький кружочек, который является индикатором пропущенных звонков, индикатором зарядки. То есть в зависимости от того, что вы со смартфоном делаете, он может мигать, он может плавненько из темного состояния переходить в подсвеченный и тому подобное. Две кнопки меню и назад, они реагируют только при активности на экран. То есть если я тапаю на экран, то они появляются и потом также быстро пропадают. С этого бока у нас есть кнопка громкости, плюс-минус. Сверху разъем под наушники, кнопка включения-выключения. С этой грани нет абсолютно ничего. Снизу у нас разъем USB и микрофон. Второй микрофон располагается здесь. Также здесь 13-мегапиксельная камера, вспышка, логотип Nubia, динамик. Задняя крышка у нас выполнена из такого soft-touch пластика. Он не царапается, на нем не остается отпечатков пальцев. То есть смотрится смартфон очень солидно и круто на самом деле. Есть у нас также разъем для открытия крышки задней. Аккумулятор у нас здесь не съемный, он находится внутри. Это вот металлический такой ободок, он холодненький. Поддерживает смартфон у нас одну сим-карту. Это микросим и микро-SD карточку. Емкость аккумулятора составляет 2000 мАч. По поводу сборки, по поводу корпуса, у меня нет никаких нареканий на смартфон. Как я его не крутил, как я не вертел. Крышка очень классно закрывается. Все очень плотно, монолитно. Он не трещит, не хрустит, никаких люфтов. То есть когда держишь в руках этот смартфон, чувствуешь, что он очень удобен. Во-первых, он по размеру для любой руки. Для женской, для мужской. Это не 6 дюймов, это даже не 5 дюймов. Это маленькие, компактные 4,7 дюйма. И очень тоненький. Помимо того, что смартфон очень шикарно выглядит внешне, он еще имеет и хорошую начинку, которую мы можем посмотреть через программку Antutu Benchmark. Во-первых, построена данная модель на базе практически флагманского процессора Snapdragon 600. Набирает эта модель 24898 баллов. Обращаю ваше внимание на то, что здесь не Full HD разрешение экрана. Здесь всего лишь HD. Однако я не могу пожаловаться на то, что я вижу пиксели, что они как-то мешают пользоваться. Основная камера на 13 Мп, операционная система 422 с оболочкой MyUI. 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти. Это сразу же говорю про минус этой модели. 16 ГБ реально мало. Ну, я, чтобы, допустим, закачать те или иные игры, которые мне хотелось, мне приходилось удалять, допустим, записанное видео с камерой или записанный тестовый видеоролик, прогонять его при воспроизведении фильма. Обращаю ваше внимание на то, что процессор здесь четырехъядерный. Частота этого процессора 1700 МГц. Графический ускоритель Adreno 320. Изготовитель процессора, естественно, Qualcomm. Размер экрана составляет 4,7 дюймов. Разрешение уже говорил. Плотность пикселей 320 dpa. Мультитач, конечно же, есть. 5-мегапиксельная фронтальная камера. Есть у нас LED-вспышка. Камера у нас CMOS. Вес устройства всего лишь 120 грамм. Какие у нас есть датчики, мы сможем посмотреть через программку Z-Device Test, которую я сейчас при вас закачаю через Play Market. А до этого посмотрим в Antutu тестере количество точек прикосновения к экрану. Их здесь всего 5. Скачалась у нас уже программка Z-Device Test и смотрим, какие датчики есть в смартфоне. Есть хорошо работающий GPS, есть компас, акселерометр, Wi-Fi, Bluetooth. Есть датчик приближения, датчик освещения. Есть в смартфоне хорошая вспышка, которую можно довольно-таки удобно использовать в виде фонариков. Также есть датчик гравитации. NFC технологии здесь нет. Обращаю ваше внимание на то, что смартфон поддерживает OTG кабеля, то есть можно подключить флешку, мышку, клавиатуру. Прошивка у этой модели полностью на русском языке. С завода они приходят с частичным русским языком. Мы их все обязательно прошиваем. Версия прошивки вот такая. Это вот русифицированный MyUI. Очень удобная прошивка для работы с хорошими лаунчерами, с хорошей плавностью работы. Все столы быстренько бегают у нас. Обращаю ваше внимание на то, что здесь нет как такового меню, в которое можно входить. То есть все иконки у нас располагаются на рабочих столах. Менюшка быстрого запуска, уведомления. Все здесь выполнено на самом высоком уровне. Можно настраивать, естественно, яркость экрана. Можно настраивать звучание смартфона. Можно смотреть, что там с памятью. Здесь, в принципе, все стандартно. Есть вот такие вот интересные настройки. Можно выбирать тона отображения картинки. Можно выбирать способы воспроизведения аудио. То есть либо мы смотрим фильмы, музыку или другие режимы. Можно увеличивать басы и тому подобное. Но, однако, хочу сказать по поводу этих вот настроек, что мне понравился звук больше всего на стандартном режиме. То есть без включения вот этой вот функции. А также можно настроить вот этот вот LED-индикатор, чтобы как он реагировал на зарядку, на низкий заряд батарейки и тому подобное. Экран в этой модели выполнен по технологии EXO от компании Sharp. Эти экраны, во-первых, что я заметил, чем эти экраны отличаются. Во-первых, уровень яркости. Уровень яркости высокий, естественно, комфортно, все хорошо смотрится, все шикарно. Однако уровень низкий у нас дает нам возможность такого низкого уровня подсветки экрана. Ну, я таких подсветок экрана просто-напросто не видел. IPS, матрица на такое просто не способны. То есть с таким уровнем яркости нам будет абсолютно комфортно работать ночью, когда нет вообще посторонних освещений. И при этом аккумулятор у нас не будет садиться как сумасшедший. То есть это очень такая интересная, хорошая функция. Что касается звука смартфона, мне звук очень понравился. У нас здесь один динамик. Продемонстрирую вам, как звучит этот смартфон. В наушниках также звучание шикарное. Мне очень понравилось. Вот это максимальная громкость. В наушниках тоже звучание отличное. Я тестировал и с контакта музыку, и просто фильм смотрел, и просто музыку слушал. Звучание действительно очень хорошее, очень громкое, четкое, с басами, плавненькое, чистенькое. Мне все понравилось в этом плане. По поводу производительности. Смартфон имеет Snapdragon 600, 2 гига оперативной памяти и 320 адрена в качестве графического ускорителя. Я не могу сказать, что смартфон идеально работает с любыми нагрузками, идеально работает с любыми приложениями. Немножко меня это разочаровало, действительно. Я вам хочу продемонстрировать скриншоты, которые я делал в различных нагрузках. Самые высокие настройки качества в Apex Citadel у меня выдают 40,6 FPS. Далее идет просто высокая графика 48,6 и еще одна 48,6 тоже. И я тестировал эту модель в 3D-марке. 87-83 балла. Это довольно-таки классный показатель. Это означает, что смартфон действительно мощный. Однако, когда я начинал запускать игрушки с максимальным уровнем графики, я немножко расстраивался от того, что игры идут, скажем так, с пониженным FPS. Предлагаю вам посмотреть, как они загружаются. Хотел также продемонстрировать вам, сочность этого дисплея, как он отображает картинки. Давайте смотреть через галерею. Экран действительно очень сочный. Углы обзора отличные. Вот темная картинка. Углы обзора отличные. И также хочу продемонстрировать вам углы обзора вот в этой картинке. И так далее. И так далее. экран мне очень понравился по цветопередаче я как всегда тестирую аккумулятор в смартфоне напоминаю здесь 2000 мАч и давайте смотреть что у меня получилось по тестам во первых хочу сказать что через антуту тестер эта модель у меня не тестировалась она выдавала ошибку поэтому тестировал этот смартфон в двух режимах первый режим конечно же во время игры выпек цитадель за 2 часа 43 минуты до 5 процентов и второй режим во время воспроизведения фильма 4 часа 5 минут что могу сказать по аккумулятору что я замечал вообще по своим наблюдениям когда допустим играешь в игры довольно таких серьезно нагревается телефон я не скажу что там прям прям какие-то запредельные температуры однако он довольно таки горячий в руках становится в режиме игр действительно смартфона хватает ненадолго то есть это 23 часа смотря в зависимости от какой яркости на какой вы играете режиме фильма вы сможете 45 часов посмотреть без проблем то есть аккумулятора на работу на стандартную работу при умеренном пользовании вам на два дня с головой хватит проблем с аккумулятором не будет никаких также я тестировал естественно gps по gps у здесь вообще нареканий никаких быть не может смартфон ловит много спутников ловит их быстро вот с через навител программку вот тест через программку gps тест обращаю также ваше внимание что вот эти вот треугольнички это значит что смартфон умеет работать с глона с спутниками что является однозначно плюсом по поводу камеры у меня остались только положительные впечатления здесь 13 мегапиксельная основная камера видео записывает естественно в формате full hd фронтальная камера на 5 мегапикселей фотки делает смартфон очень достойная камера действительно очень хорошая сейчас продемонстрирую вам вот макросъемка вот такого формата только что при вас я сделал эту фотографию картинка четкая все более чем достойно видео также я делал делал я делали наши китайские партнеры у них там красивее в китае поэтому видео выложим на youtube рядышком возле этого обзора или по этой ссылочке которая вот здесь он будет располагаться по настройкам здесь как бы таких настроек выставить нельзя можно посмотреть какое качество видео оно готово записывать видео оно записывает формате full hd а фронтальная камера тоже на достойном уровне для связи со скайпом абсолютно без проблем что ж я готов подвести итог смартфон zte nubia z5s mini является очень интересным вариантом по доступной цене всего 310 320 долларов обращаю ваше внимание на то что снэндрагон 600 это четырехъядерный процессор он сильнее чем mtk 6592 я немножко не могу понять почему это nubia почему zte с играми справляется не так хорошо как тот же же ю с 1 который я тестировал вот буквально пару дней назад я еще обязательно сравню эту модель с же ю с 1 так как вы просили подписчики наши не будет и самому как скажем так до конца определиться какую же модель лучше выбирать камера шикарная мне все очень понравилось очень понравился экран аккумулятор в принципе на достойном уровне не могу сказать что это однозначный плюс средний уровень достойный по корпусу по сборке абсолютно никаких проблем никаких нареканий минус то что одна сим-карта я просто не понимаю почему производитель в таких смартфонах смартфонах такого уровня делает одну сим-карту возьмите пример с lenovo k910 у которого две микросим сделайте вы во всех смартфонах такие сим-карты я бы с удовольствием бы взял бы себе именно такую модель потому что от работы именно таких моделей получаешь настоящее удовольствие а не от mtk 6592 это лично по моему мнению я бы выбирал себе девайс ну вот такого уровня на уровне snapdragon 600 snapdragon 800 но мне нужно две сим-карты этого производитель дать мне пока что не может k910 не хочу потому что он большой но не то не то то что экран здесь не full hd я считаю что вы абсолютно не проблема этих пикселей точек никаких не видно экран шикарные углы обзора максимальные то есть никаких нареканий по этому поводу тоже у меня нет ну а по дизайну я уже в самом начале говорил что я под впечатлением от дизайна смартфон действительно классный он можно может подойти и для женщины девушки так и для стильного парня мужчины абсолютно без разницы очень стильные вот эти вот кнопки тоже шикарно это все смотрится когда мы раз был хотим разблокировать смартфон вот эти все менюшки присутствует когда я слушаю музыку когда я включаю смартфон пытаясь его разблокировать здесь у нас есть кнопки вперед назад музыку громче тише все то есть точно сделано очень классно благодаря этой прошивке май и на этом все спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал всего доброго вам подписывайтесь на канал